Поездки АТК в Россию, Крым сейчас, это российский Крым, Тагеспильгель, Германия, Клаудиафон Зальцен, Дель Тагеспильгель, Германия, 19 апреля 2019 года, в этот четверг в Ялте в Крыму начинается экономическая конференция, и в ней поучаствуют и политики партии Альтернатива для Германии, АТК. На мероприятии будет идти речь и о торговых вопросах. Одним лишь своим присутствием участники одобряют аннексию украинского полуострова России. По данным Тагеспильгель, депутаты АТК в 2018 году по меньшей мере 12 раз были в России на контролируемых Москвой территориях на Украине. Эти визиты по большей части продвигают повестку Дня Кремля. Берлин, март 2018 года. Председатель Бундестага Вальфганг Шуэбля объявляет пункт 19 повестки Дня. Фракция АТК требует в заявлении незамедлительно вести пограничный контроль, а также начать высылку при неправомерном пересечении границы. Понятно, что другие фракции отклонят эту заявку, но АТК хочет знать. Партия требует поименного голосования. Именно фракции, которая поначалу делает акцент на полном присутствии в пленуме, многие места остаются пустыми, когда речь идет о важнейшем вопросе для партии. В конце концов только 81 депутат АТК поддерживает заявление. И пока парламентарии в Берлине голосуют, ряд членов партии расположились на борту самолета авиакомпании Аэрофлот, летящего в Москву. Заказанные Россией наблюдатели на выборах спустя два дня после голосования в России выбирали нового президента. Заранее было ясно, что Владимира Путина переизберут. Девять депутатов АТК присутствовали на выборах в качестве наблюдателей, и только один из них входил в миссию ОБСЕ. Остальные прибыли по приглашению российской стороны. Мы на месте, и у нас сложилось впечатление, что все проходит честно и демократично, написал депутат АТК Маркус Фронмайер в Твиттере. При помощи собственной наблюдательной миссии, участники которой приехали из разных стран, российское руководство хотело создать противовес критическим докладам официальных наблюдателей. Поездка была организована Леонидом Слуцким. Председатель комитета Госдумы по международным вопросам относится к числу крайних правых либерал-демократов. АТК, помимо Фронмайера, представляли депутаты Дитмар Фридхоф, Штефан Кайтер, Штефен Катре, Робиш Лунд, а также русские немцы Антон Фризин и Вальдемар Херт. Ульрих Хамедажа отправился в качестве наблюдателя в аннексированной России и Крым, хотя голосование там не было признано на международном уровне. После выборов Катре заявил в интервью российскому государственному СМИ, как мы увидели, нарушений не было. Вместе с тем он сказал, что немецкая избирательная система подвержена ошибкам. Если ты помощник на выборах, можно положить бюллетень в другую стопку, и тогда все будет посчитано иначе. Это сделать относительно просто, а в вашей системе так не получится. В целом, при голосовании в России все было прозрачно. Фризин также отметил, что не зафиксировал нарушений. Крым сейчас – это российский Крым. В феврале 2018 года 8 депутатов Ланта Гататк, в том числе Хью Бронсон, Гуннар Лендиман и Харальд Ладж, отправились из Берлина в Крым. Речь шла о частной поездке. Поездка задумана как сигнал для избирателей, которые надеются на деэскалацию в отношениях с Россией, заявили парламентарии. Одним только приездом они совершили уголовно наказуемое деяние, все въезжающее в Крым через Россию, минуя украинские пограничные службы. Согласно украинской стороне, совершают преступления. В связи с этим МИД ФРГ настоятельно рекомендует воздерживаться от поездок в Крым. «Вероятно, все же можно будет еще ездить», — сказал Рагер Бекамп, депутат Ланта Газемли Северный Рейн Вестфали от партии АТК. Участники поездки в интервью раскритиковали санкции, которые ЕС ввел против России после аннексии Крыма. Спустя два месяца депутаты Фронмайер, Херт, Кайтер, Ами и Шлунд отправились на организованный Россией экономический форум в Крыму. С ними поехали также Лендиман и два представителя объединения российские немцы ВАТК. Малоизвестных в Германии политиков принимали в Крыму как гостей государственного уровня, включая размещение на роскошном курорте. Фронмайер, который входит в организационный комитет форума, в беседе с российским государственным телеканалом назвал аннексию нормальной. «Ситуация такова, что Крым сейчас – это российский Крым. Критики никак не могут это изменить. Крым больше не вернется, и я думаю, что это нужно сейчас просто принять». В интервью Фронмайера спросили, не опасается ли он негативных последствий после возвращения в Германию. Депутат ответил, что спокоен. Для меня действительно важно подчеркнуть серьезность этого вопроса и дать толчок дискуссиям в Германии. Подобные дискуссии были бы интересах Кремля, поскольку если бы Германия приняла аннексию Крыма, санкции можно было бы отменить. Депутаты АТК активно выступают в Германии за отмену антироссийских санкций. Стратегические контакты председателя АТК Александр Гауланд и депутат Бундестага Беатрис фон Штрох в январе 2018 года отправились в Москву. Там они вместе со Слуцким и еще двумя российскими политиками провели неформальный обмен мнениями. Этот обмен не мог бы состояться в Берлине. Слуцкому с марта 2014 года запрещен въезд в ЕС, поскольку он активно поддерживал применение российской армии на Украине аннексию Крыма. Встреча в Берлине продолжила начавшиеся много лет назад стратегические контакты между АТК и Россией. Депутаты Шлунт и Фризен в мае 2018 года отправились на Петербургский международный экономический форум. Шлунт, ортопед из города Гера, много лет испытывает теплые чувства к России и даже основал в своем родном городе объединение казаков, став его атаманом. На мероприятии АТК в Тюрингии он позировал с флагом сепаратистов Восточной Украины. Отношениями с Россией Шлунт может заниматься и в Бундистаге, где он возглавляет германо-российскую парламентскую группу. Некоторые поездки служат также и развитию отношений с правыми популистами из других стран. На полях конференции в Москве о развитии парламентаризма депутата АТК Кайтер и Петр Быстроен встретились, например, с представителями альтернативы для Швеции. Также оба немца пообщались со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Весьма необычно, что бывший заместитель руководителя администрации Путина встречается с далеко не центральными фигурами из-за рубежа. Позднее Кайтер отметил, он восхищен успехами АТК. В июле глава партии Йорк Майтин собрался в Россию. Официальным поводом послужило ежегодное заседание Российского объединения инженеров в Бульяновске, расположенного в более чем 700 километрах от Москвы. Приглашение выступить на этом мероприятии – большая честь, отметил Майтин. Общая акция с «Северным потоком» в сентябре 2018 года Катри встретился в Москве с председателем Комитета Госдумы по энергетике Павлом Завальным. Обсуждались бессмысленность санкций, укрепление энергетического обеспечения и партнерство в области безопасности с Россией, как отметил Катри. Российская позиция несущественно отличается от позиции АТК. В интервью российскому изданию Катри выступил в поддержку «Северного потока» 2, мы от лица АТК говорим абсолютно четко, что поддерживаем действия «Газпрома» и прилагаем все усилия, чтобы проект был доведен до успешного завершения. С точки зрения Кремля, трубопровод является стратегически важным проектом. Несколько недель спустя завальный вместе с другим депутатом Госдумы приехал в Германию. Шлунд, организовавший прием, заранее сообщил, что, помимо встречи в пивоварне в Тюринге и дискуссии в Бундестаге, запланирована также совместная акция с «Северным потоком». Немцы-россияне едины в том, что такой важный проект, как «Северный поток-2» должен быть реализован, сказал поздний один российский участник встречи. Представители «Газпрома» активно участвовали в поездках во время визита. Немцы-россияне почтили память павших солдат Красной Армии у советского воинского мемориала в Трепто в парке, возложив к нему три венка, один от Германии, один от России и один от немецкого отделения «Газпрома». Человек АТК и настоящий герой войны в мае 2018 года представитель АТК снова отправился в область, которая с момента российской интервенции на Украину не находится более под контролем Киева. Поддерживаемые в немалой степени контролируемые Москвой сепаратисты Донецкой Народной Республики отмечали День Республики. Чтобы придать мероприятию долю легитимности, прибыла делегация из 12 человек из разных стран. Из Германии прибыли депутат АТК из Берлина Лендиман, ультраправый публицист Мануэль Аксинрайтер и Андреас Маурир, муниципальный политик из партии левых из Квакенбрюка. Лендиман произнес хвалебную речь в адрес сепаратистов Донецка, «Я впервые здесь, и, знаете, Донецк выглядит как нормальный европейский город». Въезд на территории сепаратистов через Россию, согласно украинским законам, также является незаконным. Однако через полгода Лендиман снова отправился в Донецк, когда там проходили непризнанные на международном уровне выборы. «Эту поездку он уже оплачивал самостоятельно, я нахожусь в частном отпуске в России, навестил своих друзей в Донецке». Совсем иначе звучат высказывания берлинского депутата АТК в интервью российским СМИ. Там он представлен как наблюдатель на выборах. На вопрос комсомольской правды о цели поездки на Донбасс Лендиман ответил, «Я приехал по приглашению избирательной комиссии ДНР, в республике готовую показать всему миру. Что выборы открытые и демократические». По его словам, он посетил шесть избирательных участков в Донецке и один за пределами города и не обнаружил никаких нарушений. Урны прозрачные. Кроме того, настроение в день выборов, с его точки зрения, лучше, чем в Германии. У нас многие идут на выборы, как на похороны. А здесь, как на праздник, с надеждой. С надеждой на окончание войны. Убитый при взрыве бомб лидер сепаратистов Александр Захарченко для берлинских депутатов был настоящим героем войны. Через три дня после голосования, которое не было признано на международном уровне, Лендиман поздравил нового лидера Дениса Пушелина с победой на президентских выборах. В российских СМИ он подчеркнул, что выборы соответствовали всем европейским стандартам. Лендиман, приехавший вместе с депутатом Лантаго Тюринге Олафом Кислингом и с представителем объединения российские немцы в АТК, привез 20 килограмм сладости для детей-сирот Донецка. Одна российская газета написала, члены партии АТК прорывают международную блокаду ДНР. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.